Сегодняшнюю посадку приурочили к предстоящему юбилею Великого Устюга. Кедр – дерево-долгожитель, оно живет более 500 лет. Он занесен в Красную книгу, его рубка запрещена, поэтому особенно приятно, что лесной фонд нашего района сегодня пополнился пятью тысячами кедровых сеянцев возрастом три года. Мы все работаем на перспективу, сложно увидеть результаты своего труда, имея в виду, когда кедр начинает блудоносить. Вы знаете, что это 30-40 лет. От 20 до 40 лет, в зависимости от того, в каких условиях он произрастает. Из опыта предыдущих посадок оказалось, что кедр пятилетку просто растет не вверх, как мы это себе понимаем, а именно вниз. То есть он укрепляется, он хватается за землю, а потом резко начинает расти вверх. В этом году на территории нашего района будет посажено 260 гектар лесных культур. Но данные посадки отличаются тем, что впервые мы решили принять данные культуры кедра как лесные культуры в соответствии с правилами лесовосстановления. Мы считаем, что данное мероприятие должно стать традицией, и ежегодно такие совместные посадки, в том числе и лесных культур в лесном фонде, я думаю, что они нужны и для района, и для лесничества. В памятном мероприятии приняли участие представители власти, арендаторы лесных участков, работники лесничества, ветераны лесной отрасли, студенты учебных заведений и воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Все эти люди сегодня внесли весомый вклад в восстановление Великоустюзских лесов. Я хочу, конечно же, поблагодарить организаторов вот этих мероприятий, которые мы проводим, за то, что они участвуют и принимают активное участие в восстановлении лесов. Хочу поблагодарить ребят, которые будут принимать участие действительно в соединении поколений и на таких значимых мероприятиях. Всем спасибо, удачи и хорошего настроения. Сеянцы кедра предоставила автономная некоммерческая организация «Родной лес», которая создана с целью сохранения и восстановления одного из значительных богатств нашей Родины. Сегодня деревья ценятся лишь как строительный материал, идет бешеная погоня лишь за прибылью, которую приносит спиленный лес. Именно поэтому восстановление лесов – главная задача в современном мире. Леса такие таинственные и всемогущие, как Россия. Они приносят пользу человеку, не только человеку, но и украшают природу, оздоравливают землю и поддерживают жизнь. Этим, наверное, можно сказать все Олесе. В декоративных целях на территории Великоусюского района произрастает не одна сотня кедров, которые уже плодоносят. Тем не менее, было бы неплохо сделать подобные акции по высадке сеянцев и саженцев ежегодными. Как гласит старая поговорка, каждый мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Но все это формальности, ведь этой посадкой мы даем возможность нашим детям и внукам наслаждаться хорошей экологией и дышать чистым воздухом. Андрей Жилин, Максим Колосов, Новости провинции.